То, что касается, на мой взгляд, сегодня основного, так скажем, сектора проблем, связанного с импортозамещением, это по большей части горизонтальное бурение, горизонтальное бурение под мультистадийное ГРП. Здесь, конечно, чувствуется, что стали серьезно просаживаться четверка по комплектующим, по зипам, ремонтироваться нечем. И отказы их оборудования, ввиду датчики, пульсаторы и прочее, все, что находится под землей, работает в тех самых агрессивных условиях, температура выше сотни, давление выше 600, абразивные свойства раствора, боритового, тяжелого. Все это сказывается на том, что сегодня Бейкер Хьюз, Шлюмберже, уже эту планку, которую держали 5 лет назад, они ее пока не могут выдержать. Для этого есть, наверное, по большей части объективные причины. Что мы делаем для того, чтобы уходить от этих вещей? Во-первых, начинаем думать про модель собственного сервиса, работе на оборудовании, которое производится в Российской Федерации, либо там может быть привезено из соседних государств, с которыми у нас нормальные взаимоотношения. Есть уже первые неплохие опыты бурения несложных С-образных скважин с собственным сервисом. В перспективе, наверное, сегодня уже появляются первые ласточки и в части внедрения таких вещей, как роторные управляемые системы, башкирские геофизики разработали 121-й РУС и буквально недавно, на прошлой неделе, видел ролик, они его успешно испытали на месторождениях Лукойла. Я думаю, что, наверное, со временем доведут до ума. Есть еще как минимум 2-3 компании отечественные, которые начали всерьез уже изготовлять это железо и проводить тестовые испытания уже непосредственно в полях. Это компания «Герс Инжиниринг», они там активно работают и с нами. В общем-то, роторная управляемая система у них работала. Были проблемы именно с электроникой и так далее. Есть там компания «Лидер Интех». В общем, мы контактируем со всеми этими группами и, в общем-то, какие-то рассматриваем для себя, возможно, даже совместные проекты в этом направлении. Второй там сегмент – это LWD, то бишь каротаж во время бурения. Но сегодня тоже НПП «Энергия», «Луч» могут посредством электронных блоков быть завязаны совместно с этими роторными системами. В общем-то, наверное, в течение года, я так думаю, пройдут опытно-промышленные работы, испытания. И здесь очень важно, чтобы от Винков была поддержка в части запуска серийного производства уже наших машин. Параллельно, да, мы слышим и видим, что и Бейкер Хьюз, и Шлюмберже там ищут маневрами всякими, пытаются завозить оборудование свое из-за океана. Параллельно мы видим, что значительную часть этого оборудования, которое им требуется, они локализуют в Российской Федерации. Ну, как бы, почему бы и нет. Сегодня уже прозвучала хорошая мысль о том, что, несмотря на то, что эти бренды имеют западную историю происхождения, там работают наши российские люди, это наши специалисты, которые, ну, собственно, погружены полностью во все проблемы, во все конструкторские дела. Я вот лично общаюсь с конструктором, который создал роторную управляемую систему. Ну, он, собственно, так скажем, научился и посмотрел, как это делается. Ну, то бишь, там, аналог Power Drive, там, допустим, до X5 у Шлюмов, почему бы нет. Он только улучшил ее, ну, дай бог, вот что получится. Ну, не знаю. Наверное, сегодня еще есть проблемка, там, с комплишеном, с заканчиванием, да. И здесь уже есть у нас хорошие примеры работы, там, компаний Сибурмаш, НКМЗ, того же, там, не знаю, тяжпрессмаша, когда, ну, все-таки они подстраиваются под реалии рынка и начинают все-таки делать оборудование качественнее, надежнее и так далее. Есть затыки, на мой взгляд, сегодня связанные с оборудованием в исполнении, там, из высоколигированных стали, там, хром-13. Ну, тут, наверное, как раз вот в спайке с нашими металлургами, наверное, тоже эти заготовки делать научатся и, наверное, тоже ничего сложного нет. Ну, и сегодня, вот, кстати, Алексей Сергеевич, да, там, говорил, что с пропантом проблем нет. Ну, вот, тем не менее, тут два месяца ищем высокопрочный пропант для очимовских скважин ГРП, там, да, ну, к сожалению, не так просто его найти. То есть, да, действительно, заводы есть, заводы загружены, но, с другой стороны, есть еще требования заказчика. Они говорят, вот этот пропант нам не нужен, он там краш-тесты не проходит, а он вроде как нормальный. Ну, в целом, наверное, это больше такая организационная проблема, но она, тем не менее, есть. Вот, пропант найти не можем. Ну, изыскиваем, вот, везем, собираем, там, у кого можем. Ну, пока вроде работы не останавливаются, продолжаются. Ну, пожалуй, для буровиков вкратце это, наверное, все. Если говорить о полном цикле, да, работы со скважинами, то, ну, Воронежский завод РГМ, да, там, мы приобрели у них установку колтюбинга, и, в принципе, она работает. Да, она не все может задачи там выполнять, но основное ее там, да, там, назначение это пройти по стволу, там, отмыться, пересыпанный пропант вымыть, что-то там прочистить, да, она выполняет. Это полностью, как бы, грубо говоря, отечественная вещь. Ну, как плюс большой, что она у нас уже, слава богу, существует. Такая, так сказать, такой завод и такое оборудование. Ну, сегодня там в новостях, да, идет разговор о том, что где-то на Хантесе и первый флот ГРП появляется там российский, да. Ну, я тоже думаю, что год, наверное, будет происходить еще тестирование, и самое главное – это запустить в серию вот эти все вещи. Сейчас как раз самое время для того, чтобы это сделать, перенастроиться, и, дай бог, конечно, чтобы все нормализовалось и в мире в целом, вот, и вернулись там большие и крутые нефтяники, шлюмберже, там, байкера, это нормально. Вот, ну, мы за это время должны создать им конкуренцию и, собственно, продолжать работать дальше. Вот, пожалуй, так. Спасибо. Я бы присоединился полностью к словам коллеги, да, ну, еще бы добавил все-таки, что наземное оборудование, все то, что используется, электронника, начинка, ранее упомянутые энкодеры, чоперы и так далее, сейчас, в настоящий момент, в стране осуществляется прямо острый дефицит. Параллельный импорт, конечно же, существует, но в силу длительных сроков поставки и дороговизм данного сервиса у нас происходят проблемы. В частности, наши отечественные боровые установки, Уралмаш, УСПК и так далее, работают во многом на зарубежном оборудовании в части энергетического обеспечения, при выходе из строя которого, да, альтернативы у нас в стране, к сожалению, пока еще нет. Приходится искать, и это затраты большие временные и так далее, и так далее, то, что я говорил. Кроме этого, вот по комплишну, ну, хотелось бы упомянуть, что у нас наша отечественная компания, конечно же, поднимает голову и достаточно сейчас успешно в этом плане работает. Есть опыт уже работы в Восточной Сибири данной компании, которая достаточно успешно работает. Ну, вот с компанией Акрос мы работаем на Куюмбинском, или еще на Тахомских месторождениях Красноярского окрая, в частности, вот на Куюмбинском месторождении мы используем зарубежный прибор для очистки бурового раствора типа Маткуб, поскольку мы работаем там на углеводородном буровом растворе. Достаточно успешно удалось совместно с компанией Акрос осуществить опытно-промышленные работы по замене комплектующих данным Маткубам, да, и практика показывает, что за этот год мы полностью обошлись без зарубежных поставок данных комплектующих. Хотелось бы отметить, да, что, уже другой немножко вопрос, хотелось бы отметить, что представитель компании ТМК как раз говорил, что прошли аккредитацию и проверку испытаний различных компаний, «Газпромнефть», «Газпром», «Роснефть», наши уважаемые мейджоры, ВИНК, но хочу отметить, что данные испытания у каждого свои, еще раз возвращаясь к теме стандартизации, единой стандартизации всех тех услуг, которые у нас имеют место быть. То есть сейчас та инициатива, которая уже поднята до уровня правительства в части стандартизации, достаточно, мне кажется, поддерживать, развивать и по всем направлениям. Потому что, ну, зачем компаниям тратить и время, и деньги на прохождение аккредитации у всех наших уважаемых мейджоров, подстраиваться под каждого своего. Мало того, как Александр Михайлович уже сказал, да, в рамках одного и того же месторождения уже, может быть, разные требования у разных заказчиков. Ну, это, конечно же, накладывает определенные трудности для работы наших нефтесервисов, и, как следствие, происходит удорожание до конечного результата в виде добытой тонны нефти. Это надо, конечно, исправлять, и поскольку сейчас это уже поднято до уровня правительства, приглашаю всех подключиться к этому вопросу. У вас есть поддержка от операторов по импортозамещению? Ну, то есть, они дают какие-то дополнительные льготы, там, не наказывают за какие-то проблемы, которые возникли. Ну, вот, какое-то есть понимание, просто неинтересно. Смотрите, ну, там у нас условно два якорных заказчика. Это «Газпромнефть», который работает преимущественно по суточной ставке, и, естественно, там максимальный уровень ответственности на самом заказчике за все технологические новшества, которые он внедряет. И, ну, я, по крайней мере, сегодня там каких-то, ну, так скажем, серьезных проблем в этом плане не вижу. Вот, там, где мы работаем на генеральном подряде, но это, как правило, там, новотековские скважины, вот, здесь абсолютно со всеми дочерними обществами есть понимание вот того кризиса. И, в принципе, это и договорными отношениями начинает предусматриваться, и, собственно, и, ну, так, если позволить сказать, джентльменскими, да, соглашениями о том, что, да, мы все понимаем, мы попали в шторм в идеальный выбираться там вместе, поэтому, безусловно, здесь всегда есть и понимание и с их стороны, и когда они, может быть, где-то что-то там просят, да, рискнуть, и, ну, мы тоже это слышим, мы идем навстречу. И, ну, мне сложно сказать, что это некомфортные условия, там, этого симбиоза, то есть абсолютно, на мой взгляд, нормальная, хорошая и инженерная работа, да, там, на мозговые штурмы, как сделать. Ну, и в то же время это и юридически достаточно очень тактичные отношения, ну, друг с другом, поэтому пока жаловаться было бы грех, что там давят как-то. Хотя, ну, понятно, что ген подряд это ответственность, там, с определенными сроками гарантийными и так далее, ну, мы сегодня, по крайней мере, этот общий язык находим, за что заказчикам спасибо, и, ну, будем дальше, в общем-то, в таком режиме работать, я думаю, в любом случае это хорошо. Я вот тоже просто, я почему этот вопрос задал, мне очень понравилось, как генеральный заказчик на совещании, которое у нас было совместное, он поддержал Ириус, сказал, что, ребят, я понимаю, что это ОПР и готов, ну, в общем, там, давать определенные поблажки. Роман, в Восточной Сибири нет такого, ничего не делает, какие-то, как это называется, поблажки есть со стороны заказчиков по импортозамещению? Ну, к сожалению, пока в нашем краю, что называется, пока это не ощущается, с другой стороны, как известно по Роснефти, да, директивно уже сейчас происходит пересмотрение суточных ставок по всем направлениям, ну, и, как следствие, значит, изменение стоимости услуг. Это вызвано, ну, понятно, объективными причинами, поскольку, действительно, работа тех условий, о которых мы работали даже в 2020 году, уже говоря, там, про 2021 сейчас уже невозможно, да, ставки меняются, да, но сроки, сроки, конечно же, это все выходит в 2023 год, и провальный 2021-2022 год, они остаются и имеют место быть. Есть такое, я понимаю, или все-таки нефтесервис надеяться на то, что сейчас мы проверили импорт, запчасти немножко тут нам сделают, мы опять будем все это импортной оборудование будем поддерживать, как-то будем выживать. Вообще, есть такое понимание, что это все, что завтра у нас проблема будет с Китаем, будем китайское замещать, ну, и так далее, и так далее. Мы об этой проблеме еще говорили лет 10-15 назад, но нефтесервис все равно пошел на то, что им надо подешевле, быстрее купить, и так далее, и так далее. Заказчик говорит, нужна низкая ставка. И как бы на российское производство все наплевали и говорили, что зачем нам в России? Мы добываем нефть, покупаем все за границей, нас бекер обеспечит, и нам российское производство не нужно. Но мы на самом деле про это знали еще лет 15 назад, что этот день настанет. Ну, смотрите, тут надо понимать некие стратегические, политические моменты, а надо понимать бизнесовые моменты. Мы говорим о том, что бизнес – это прибыль, и здесь нужно оценивать, сколько ты положил и сколько ты вернул. Да, сегодня еще по инерции, возможно, остается понимание того, что, как говорят, Запад нам поможет. И, наверное, так может случиться, это не исключено, но давайте к цифрам. Допустим, сегодня, если понимают люди, о чем идет речь, изготовление двух струн, то есть один комплект, роторной управляемой системы с коротажом во время бурения в четверочном диаметре. Ну, я скажу, что это порядка изготовления полностью на российских компонентах, начиная от корпуса и кончая последней платой. Это примерно 150-170 миллионов рублей в зависимости от нагрузки, каких зондов туда напихать, вплоть до нейтронно-плотностного коротажа. Вот. Стоит ли столько такой комплект, который привезут из-за океана, я сильно сомневаюсь, да, и оценка там Lost in Hollow, в случае чего, она тоже вот начинает меняться значительно. Поэтому, на мой взгляд, опять же, повторюсь, сегодня вот, да, там создались эти условия, да, когда надо попробовать это сделать. Мне кажется, ну, бизнес – это всегда и риск какой-то, да, и я почему говорю, ну, жалко, что вот государство не совсем там, может быть, сейчас достаточно внимания на это обращает, хотя там разговоры там на уровне Государственной Думы идут уже лет пять, там, Павел Завальный там занимается этим вопросом, ну, вроде как идут разговоры. Вот. А подключение к этому вопросу именно операторов, там, да, конечных потребителей вот той продукции, которая получается в результате нашей там совместной деятельности, вот, ну, для них это, наверное, не такие уж большие инвестиционные вливания для того, чтобы попытаться эти, ну, такие, грубо говоря, секторные вещи попытаться там реализовать в Российской Федерации. Если это начнет работать, ну, чего, наверное, это и продолжится и дальше при, ну, значительном снижении и себестоимости производства, и эксплуатационных затрат, и вот тех самых рисков, которые, а вдруг завтра и Китай скажет. Вот. Вот. Это скажем. Да. Ну, поэтому, мое мнение там однозначно, это надо развивать, но, опять же, я говорю, бизнесовая вещь, да, там, буровики сами по себе, ну, очень осторожно смотрят к тому, чтобы создавать какие-то вот такие непрофильные вещи, казалось бы. Ну, наше дело, что, станок, инструмент, там, бригада, квалифицированные бойцы, там, да, роторная система, это уже, там, отдельный сектор, да, они не всегда нужны, там, да, и все такое. Вот. Но помощи, к сожалению, такой ощутимой нет ни от государства, ни от операторов. Ну, если мы говорим про бизнес, посмотрите, как построим бизнес в России. Вот вы сервисная компания. Значит, ситуация следующая. Машиностроители сегодня финансируют нефтегаз. Машиностроители. Ну, где в таком мире, в мире такого нет. И сервисная компания финансирует машиностроительность. Это называется товарный кредит. И вы считаете, что это норма, что вы нам поставьте, изготовьте, а вам через 90 дней может быть оплатено. Как оно может развиваться? Никак. Вы сами, как бы, порубили сук, на котором сидели. Можно я продолжать это делать? Можно я прокомментирую, да? Вот уже сегодня два раза касались этой темы. Сначала прокомментирую про первый вопрос. Абсолютно согласен с тем, что сказал Александр Михайлович. Мы, как сервисные предприятия, обязаны сделать для заказчика качественный сервис по доступной цене. Если российский подрядчик, производитель, кто угодно, делает качественную продукцию по конкурентной цене, его зубами оторвут. Продвигать то, что некачественное и дорогое, только потому, что это российское, это нонсенс. Мы сделаем только хуже. У нас не будет никакого импортозамещения. Это замкнутая круга, о которой вы говорите. Вы с него не выйдете никогда. Абсолютно. Дальше будете продолжать этим заниматься. Нет, мы даем возможность российским производителям пробовать ошибаться, но там нет масштаба. Но продвигать человека только за то, что… или какие-то придавать поблажки… Мы не будем про бизнес говорить. То есть сама модель российского бизнеса в части нефтегаза, условно говоря, если добывали 250 миллионов, сейчас добываем 550 и так далее. Большой рост за 20 лет мы достигли. Но сегодня машиностроение, нефтегазовый сервис, винки и так далее задвинули на такой задний план. Мы потеряли около 18 тысяч предприятий, которые изготавливали нефтегазовое оборудование. Они просто с рынка ушли. Просто ушли. Их нет. Понимаете, что это вашими руками сделано. А сегодня вы пришли к тому, что… Ну, вообще не нашими руками. Это ваша система, которая была построена. Нет, 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 подождите, подождите. Если человек… Мы… Вот здесь сидят предприятия, и вот, в общем-то, люди… Мы работаем там 8 лет. 8 лет. Да? Ну, понимаете, да? Вот и говорите, предприятия ушли, и это сделано вашими руками. Это слишком громкое заявление. Секундочку. Я хочу сказать, что на сегодняшний день ушли американцы. У нас без европейских поставок не будет. Китайцы. Вот-вот. Мы понимаем, что не сегодня, не завтра. Дальше что? Что вы будете делать дальше? Совершенно верно. Бизнес – это динамично меняющаяся среда. Свято место пусто не бывает. Рынок. Мы… Мы… Если у вас будет плановая экономика, будем покупать там, где скажут. Во всем мире плановая экономика, только в России нет плановой экономики. У вас же есть план вашего предприятия? Я не знаю. Очень хорошо. Я хочу вас поблагодарить. Очень важный вопрос. Да, очень важный вопрос. Очень хороший. Этот самый, как он называется? Да, очень хорошая дискуссия. Прямо вот в точку. Но, тем не менее, я здесь хочу сказать, что… Я начинал с этого. Цель сохранения себестоимости добычи стоит перед всеми. Потому что, как только мы вывалимся по себестоимости добычи, это станет плохо всем. И поэтому… Вы посмотрите на прибыли. Давайте так. Себестоимость. Это про ВИНКи, которые экспортируют нефть. Себестоимость добычи. Я не представитель ВИНКи. Я представитель нефть сервистой компании. Вы посмотрите на прибыли ВИНКов. Отчетность, пожалуйста, она прозрачная. Прибыли сервисных компаний. Сколько они сервисные компании вы зарабатываете. И машина по цепочке. Посмотрим. Это прекрасный вопрос. Потому что до февраля немножко замаячила где-то вдалеке социальная ответственность наших нефтедобывающих компаний. То, что вы сейчас говорите, конечно, это каскадируется по цепочке. Тут еще такой вопрос. Я бы начал с того, что делают ВИНКи. Вы должны подписать контракт на наших условиях. Вот с этого все, с элементарной фигни вот этой вот и начинается. И государство на это смотрит издалека в подзорную трубу и говорит, так, это все нормально. А вы зачем подписываете? А вы что нам предлагаете сделать? Вот я буровой подрядчик. Там есть несколько машин, есть квалифицированные бригады. Есть заказчик, который готов платить адекватные, хорошие деньги. Но при этом мне говорит, ты должен подписать договор на моих условиях. Мне куда жаловаться-то? В лигу этих реформ, как говорил известный Остап Бендер. Ну, поймите, я почему тут не раз завожу историю про то, что все-таки государство должно подключиться. Оно, к сожалению, пока... Плановая экономика должна быть. Больше, чем вот, ну, там это, даешь вперед и так далее, ну, я, честно говоря, пока не вижу в этом плане. Может быть, там идут какие-то тектонические сдвиги и так далее, но, к сожалению, пока вот не очень получается. Хотелось бы верить, что вот сейчас эти условия создались, и будет и государственная разумная правильная поддержка. Нам не надо там это, типа, без налогов и все такое. Мы готовы работать честно, тяжело и честно. Вот, но помощи этой не ощущается. И от Винков, в свою очередь, потому что там тоже есть акционеры, которые говорят, да мы, да это что, куда, зачем? Максимальное извлечение прибыли. Да, прибыль прежде всего. К сожалению, пока это так. Наверное, в течение 23-го года появятся какие-то первые там ростки, они уже появились. Вот мы, те, кто дышит этим, живет в этом, мы это видим. Мы видим, что это возможно. Вот, но пока, к сожалению, вот это, этому нужна помощь этим росткам. Они прорастут. Самое интересное, мы проанализировали вообще, мы еще с 2000 годов работаем, проанализировали тот импорт, который поступил на территорию Российской Федерации, в части бурового оборудования и многих. Значит, все оборудование произошло в Российской Федерации, оно все разношерстное. Импортозамещение, когда мы сделали аналитику, ключи буровые, насосы буровые, 10 таких насосов, 4 таких, 8 таких, нет смысла импортозамещать, ну, в смысле делать запчасти. То есть даже буровые подрядчики между собой не договорились, допустим, будем заводить один тип насосов, например, что можно было запчасти делать в России. Машиностоятельам невыгодно делать 2 втулки, 4 клапана и так далее, нет смысла. То есть винегрет, который зоопарк, технический зоопарк, который имеется в России, американцы над нами смеются, европейцы смеются, что мы завезли такой зоопарк оборудования, что импортозамещать, ну, в смысле запчастями, то есть, да, смысла нет никакого. Мне очень... Дальше, далее скажу, по переработке, то, что завезли виньки наши, Линда, другая компания, там тоже зоопарк, импортозамещать не получится. Можно я, во-первых, спасибо вам большое за, значит, обратную связь, и в том числе по импортозамещению. Первое, смеется тот, кто смеется последний, это первый комментарий. Второе, действительно, есть определенные проблемы, мы специально вот в таком формате собираемся, о них говорим. Обратите внимание, обратите внимание, вы просто немножко позже пришли, я вам открою маленький секрет. Я приношу вам свои извинения. Да, да, да. В начале нашей сессии мы как раз говорили об отраслевых стандартах, в том числе. Российская Федерация, мы сейчас говорим про нашу страну, мы не в интересах зарубежных стран, согласитесь со мной, да, выпускаем стандарты. Есть наши интересы. Есть технологическое оборудование, которое имеется на территории Российской Федерации. Есть технологии, есть вузы, которые обучают студентов чертить по ЕСКД и так далее, и так далее. Вы когда возьмете любой стандарт, тот, который перевели, я могу вам дать эти стандарты, которые они перевели, якобы ввели, они зашли в АСТ. АСТ это уже технология. То есть мы можем получить твердость. У нас технология, условно говоря, термическая печь, свои технологические цепочки, которые имеются в России. У них другие технологические цепочки. У них другая система проектирования. И когда наши стандарты пишутся уже на нижний уровень, уходят ОСТ и так далее, наша индустрия не готова. Ну я уж как от Винков тоже добавлю, потому что у нас получается какая-то дискуссия двухсторонняя, а должна быть трехсторонняя. И вы меня несколько раз уже апеллировали к нам как заказчикам. Я просто вот внимательно слушал вашу дискуссию. Есть три комментария. Там я и мнение выскажу. Во-первых, в дискуссии заявлено импорт и независимость нефтесервиса. В участниках дискуссии я не увидел ни одного машиностроителя. Нет, я знаю, кто вы. Я и соседа вашего знаю. В дискуссии не заявлено. Значит, из презентации, которую мы послушали, очень интересная презентация, спасибо. Я тоже ожидал, что выйдет сейчас представитель от машиностроителей и нам прекрасно расскажет, чем они занимались там, если не последние 15 лет, то хотя бы последние 8 лет. К сожалению, не услышали. Завтра, так понимаю, будет господин Шмаль, с которым мы периодически в дискуссию вступаем, а вот сын и не там. Последний раз я ему тоже самое пенял на том конгрессе, вот президент Тателли, когда в декабре 2020 года. Вот сын и не там. Хорошо, вот сегодня коллега сказал, Александр Михайлович, я тоже жду, хочу увидеть его, это наш собственный флот ГРП. Все обещают. То, что я говорил в своей презентации, когда мы там 70% локализации, 60% локализации, не бывает 70% локализации, бывает 100% локализации. То есть это уже не локализация, а наш собственный продукт. Его нет. С коллегами, которые в президиуме, тоже хотел бы согласиться. И Елена, к сожалению, придется в ваш огород маленький кабень бросить. Что это за разделение? Почему мы вы? Мы нет. В рейтингах своих смотрим отдельно российских, отдельно нероссийских. Правильно они говорят, наши нефтеристры подрядчики. Если российский подрядчик выйдет и предложит конкурентоспособный продукт, его с руками оторвут. А мы зачем-то рейтинги разделяем. Ну, уже разделяли. Это неправильная тенденция. Мы все время всех одной линейкой меряем. Нужно исправить. Нужно исправить, конечно. Жизнь не исправила. Но мысль такая же была. Она была изначально неправильна. Мерить не по одной линейке и зачем-то разделять. Как в футболе сейчас появляется. Есть наш чемпионат, а есть лиги чемпионов. Надо же как-то их вместе выводить, получается. Мне кажется, камень-то у машиностроителей. То есть ожидать от нефтесервисных подрядчиков, что они начнутся вкладываться в непрофильный бизнес, когда у них и так рентабельность на грани. В этом вопрос вообще не стоял. Как не стоял? Вообще не стоит вопрос. Вот как раз коллеги из президиума и говорят, не ждите от нас, что мы будем развивать непрофильный бизнес. Машиностроение не ждет ни от кого денег. Вопрос стоит в другом. Значит, машиностроение сейчас финансирует Винков в том числе. Вы вдумайтесь, вы выносите заказ, вы заказываете оборудование с оплатой через 60-90 дней. Оно еще будет делаться 120 дней. То есть машиностроители вкладывают деньги, кредитуются и финансируют нефтегазовый сектор. Это смешно. Но тут лизинговые модели есть, в общем-то. Зачем нам, машиностроителям, зачем это? Вы заказчики, вы приходите в магазин, говорите, я у вас куплю машину, я потом заплачу вам денег? Не бывает. Предоплату несите. Смешно. Ну, во-первых, бывает. Во-вторых, вы же идете на это. Мы не идем. Мы не идем. Мы наши проекты в России не реализуем. Я вам открою тайну. Наши проекты заходят за рубеж и поставляются в Россию как зарубежные продукты. И вы платите деньги вперед. Елена Геннадьевна, я хочу сказать... По результатам... Я извиняюсь. Я хотел сказать последний момент. Ресурсы-то у кого? Вот с вами рядом кто сидит сейчас? С вами рядом? Константин Олегович сидит. Вот. Вот через Константин Олеговича. Конечно. Вот. Благодаря ему все это работает. У вас есть ресурсы, как на это влиять. Мы же все знаем, о чем мы говорим. Не можем про все сказать. Поэтому иногда интереснее сделать проект, вывести этот проект за рубеж и за рубежа загнать в Россию. И вы будете платить вперед. Если это будет российский производитель, вы так и платите вперед. Вы думаете, что это иностранная разработка? Это не так. Но я понимаю, эта опция скоро закроется, если уже не закрылась. Эта опция скоро закроется, да? Ну, пока работает. Пока вы покупаете, платите вперед. А российским компаниям платить не хотите. Мне кажется, интереснее дискуссия стала. Жарче, да? Значительно, значительно. Когда трехстороннее стало. Черки перестает быть тоном. Ну, в общем, я хочу сказать, да, мы выбрали немножко время, но, видимо, затронули какие-то струны. Предложение такое сделать отдельный какой-то по машиностроению, чтобы машиностроители рассказали, как они, в общем, отвечают текущим вызовам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok